Здравствуйте! В эфире программа «В тему» в студии Евгений Журавлёв. Сегодня мы говорим о ситуации с экономикой в стране, о ценах Ярославской области. Сегодня у меня в гостях заместитель губернатора Ярославской области Александр Шилов и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Михаил Завьялов. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Наши зрители могут подключиться к беседе по телефону 744-614. Задавайте свои вопросы. Александр Николаевич, сразу же к делу. В Ярославской области работает штаб при губернаторе по мониторингу цен. Чем он занимается? Какие уже результаты достигнуты? Да, действительно, в августе прошлого года, после 6 августа, когда были введены антисанкции против целого ряда стран Запада на поставку продуктов продовольственных, основных товаров, на следующий же день, 7 августа, в Ярославской области был создан антикризисный штаб, который занимается мониторингом состояния рынка продовольствия и своей целью и задачей ставит основное нахождение, так сказать, выхода из складывающейся ситуации на рынке продовольственных товаров. Штаб собирается регулярно, руководит штабом губернатор области Ястребов Сергей Николаевич. И сейчас мы, вот с декабря месяца режим проведения штабов, он увеличился, соответственно, проводили мы в августе-сентябре раз в месяц, сейчас мы проводим два раза в месяц этот штаб. Но важен-то ведь не само заседание штаба, а подготовительная работа, которая ведется для, так сказать, для проведения. То есть это и проведение рейдов, это и совместная выработка решений для, так сказать, выявления нарушений в сфере торговли, это и взаимодействие с федеральными органами, с федеральной антимонопольной службой, с прокуратурой, с органами УВД, с Роспотребнадзором, с общественными организациями, с защитой прав потребителей и так далее, и так далее. То есть это такая структурная работа, которая позволяет нам совершенно четко понимать, где мы находимся в данный момент и какие нам необходимы меры предпринять в будущее. Мы обязательно вернемся к результатам. У нас сейчас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вот уже не один раз задавали вопросы по магазину «Магнит», что в чеках не представляется стоимость товара. И на радио, и на телевидении. Вот не один раз уже и я слышала, и остальные все. Будьте добры, делается что-нибудь или нет? Потому что уже сколько лет «Магнит» существует, а стоимости в чеках так и не представляют. Спасибо большое. Такое возможно? Кто-нибудь с этим встречался? Стоимость товара в чеке, вообще-то чек выбивается автоматически. Но если там нет выходных данных в чеках, безусловно, это нарушение правил торговли, и мы обязательно отреагируем на звонок, проверим. То есть существует правило торговли, которое нарушать не позволяется никому, ни маленькой организации, ни большой, ни такому гипермаркету, который называли. Проверим обязательно. Достаточно странно. Михаил Федорович, вы тоже проводили мониторинг, проверку и сетей, и розницы. Какие результаты? Да, соответственно, у нас проверка идет в еженедельном режиме. Постоянно нам торговые сети отчитываются по закупочным ценам, отчитываются по ценам реализации. То есть у нас выработана методика мониторинга цен. Значит, мы отбираем три наиболее популярных товара из определенной ценовой группы, из определенной товарной группы. Значит, что следует отметить? Безусловно, мы мониторим только социально значимые товары. То есть сейчас наблюдается достаточно значительный рост на товары, которые не входят в перечень социально значимых. Но, тем не менее, за этими ценами мы, собственно говоря, мониторинг не ведем. Мы на них реагируем только по обращениям, соответственно, граждан. Есть перечень товаров, он утвержден и в постановлении правительства Российской Федерации. Там, соответственно, 14 товаров. И Ярославскую фасу вот для себя, соответственно, на территории Ярославской области расширил до 24 товаров, по которым ведется мониторинг, соответственно. Еженедельно мы рассматриваем закупку и реализацию. Для нас самое главное на этом этапе отслеживать наценки торговых сетей, для того, чтобы эта наценка не превышала до кризисного уровня. Потому что даже если закупочная цена меняется, для нас принципиально, чтобы не было роста наценки на всех этапах. А в дальнейшем, если мы усматриваем рост закупочной цены, мы, если это, соответственно, ярославский производитель, направляем ему запросы. Ну, тут стоит отметить, что по ярославским производителям все достаточно неплохо. И вот там и куры, которые у нас порядка 70% на рынке занимают, там, рост по социальной группе, это тушка куры, всего порядка 6-7 рублей. Хотя рост по другим товарным группам, конечно, более значительный. То есть там по филе, по ножкам и так далее. Но мы отслеживаем тушку куры, которая социально значимый продукт. Значит, и по молочным продуктам достаточно, рост цен небольшой. И производители тут, к их чести, стоит отметить, они могут объяснить буквально каждый рубль, каждую копейку, которую они тратят. Конечно, все это увязывается и с санкциями, и с курсом доллара, и с выросшей ставкой финансирования, которая предполагает более дорогое кредитование, соответственно, более дорогое развитие для предприятий. То есть это, конечно, накладывает, безусловно, свой отпечаток на производителей. Но к их чести, опять же, стоит отметить, что те, которые расположены на территории Ярославской области, они цену не завышают. Мы таких фактов не выявляли в настоящее время. Хотя отметим, что продолжается проверка по ценам на яйца. Вот она еще не завершена здесь. Пока о результатах говорить рано, у нас есть основания полагать, что, может быть, где-то, соответственно, рост цен был и имел признаки необоснованного. Но это проверяется в настоящее время. Что касается большинства производителей, которые представлены на ярославских прилавках, конечно, стоит понимать, что они не из Ярославской области. И поэтому информацию, которую мы собираем на территории нашего региона, мы отправляем в Федеральную антимонопольную службу, которая, аккумулируя, соответственно, большие объемы информации, которые стекаются к ней со всей России, возбуждает соответствующие дела о нарушении антимонопольного законодательства. Тут стоит отметить, что уже в Федеральной антимонопольной службе возбуждены дела в отношении производителей сахара, в отношении гречки принимаются меры реагирования, в отношении муки и, соответственно, крупных сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются производством зерна. То есть здесь Федеральная антимонопольная служба на крупные товары принимает меры реагирования, самые жесткие, возбуждают дела о нарушении антимонопольного законодательства по фактам сговоров. То есть пока решений принятых нет, но если логика это будет сохраняться, то, соответственно, необоснованное повышение цен будет пресекаться очень жестко. Поподробнее об этом поговорим. У нас сейчас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Походу, голосовался. Алло, алло, здравствуйте. Да-да-да, задавайте свой вопрос. Мы вот звоним по поводу цен тоже. У нас Завовский район, магазин ДИКС, машиностроителей 40. Вы знаете, вот 4 дня назад я ходила туда в магазин, посмотрела масса посолнечная, тоже 36. Пришла через день, стало 40. Пришла еще через день, стало 45. Сегодня уже 59. Также с бананами. От 59 рублей стали 66 через день. Потом 69, сегодня уже 75. Да что же это такое? И то же самое с Гречкой. Завовский район. И слышать ничего не хотят продавцы. А можно торговую точку назовите? Еще раз торговую точку, пожалуйста, назовите и адрес. Машиностроителей 40. Название. Машиностроителей 40, Завовский район. Название сети. Дикси. Спасибо большое. Ну, значит, что вот можно сказать? Понятно, вот у нас есть два, скажем так, повода для возмущения жителями. В первую очередь, это рост цен в магазинах шаговой доступности. Вот стоит понимать, что магазины шаговой доступности находятся в острой конкуренции с торговыми сетями. И с точки зрения антимонопольной службы здесь мало что можно сделать. Потому что два способа реагирования, которые предусматривает нынешнее законодательство, это возбуждение дел по факту сговора и возбуждение дел за злоупотребление доминирующим положением. Конечно, небольшой магазин с злоупотреблением доминирующим положением заниматься не может, потому что у него никакого положения, собственно говоря, доминирующего нет. И сговор между мелким магазином и крупной торговой сетью, управляющая компанией, которая находится по всей России, то есть в Краснодаре, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, очень маловероятен. Поэтому рост цен в магазинах шаговой доступности, он, безусловно, обусловлен для них ростом закупочных цен. И, конечно, их никто не контролирует. То, что мы проверяем цены в торговых сетях, я могу сказать на те товары, которые сейчас жительница говорила. Масло подсолнечное растительное. Вот, допустим, в торговой сети в настоящее время начиналось, соответственно, с 50 рублей порядка. Это мы, опять же, мониторим наиболее популярную товарную категорию. Сейчас рост составил 39%. То есть до 60-70 рублей цена поднялась. В связи с этим антимонопольный орган на это реагировал. И запросы были направлены, в свою очередь, оптовым перепродавцам. Те, в свою очередь, ссылаются на производителей. Материалы были направлены в Федеральную антимонопольную службу. И сейчас в отношении субъектов, которые занимаются товаропроизводством масла и масляного жмыха, который идет на корм скоту для производства комбикормов, является одной из основных составляющих. Тоже ведется серьезная проверка со стороны Федеральной антимонопольной службы. Потому что таких производителей лишь несколько на территории Федерации. Они в основном сконцентрированы в одном месте на юге. И да, сейчас проверка ведется именно в отношении товаропроизводителя. Что касается торговых сетей, мы можем сказать, что их наценка, именно их наценка внутренняя, она сохраняется именно той, которая была до кризиса. Если его так можно назвать.